Золотистый стафилококк – опасный возбудитель инфекции, который передается человеку воздушно-капельным или контактным путем. Крайне нежелательный гость для организма является возбудителем около 120 различных заболеваний. Гены бактерий постоянно мутируют, и поэтому они приобрели заметную устойчивость к своему главному врагу – антибиотикам. С коварным недугом активно борются сотрудники открытой лаборатории КФУ «Сструктурная биология», где они изучают рюбосому клетки золотистого стафилокока. Глобальная цель проекта – научиться управлять белоксинтезирующим аппаратом микроорганизма, регулировать жизнедеятельность клеток бактерий, при этом не трогая клетки человеческого организма. Исследование фундаментальное, но в далекой перспективе это возможно выход на фармпроизводство, то есть подбор каких-то новых лекарственных препаратов, которые будут работать против патогенов, против тех систем, против которых сейчас нет лекарственных препаратов. Подобный подход в изучении рюбосомы можно использовать и на других клетках. Так, в перспективе ученые планируют использовать метод в терапии рака и лечении наследственных заболеваний. Есть схожие исследования в области терапии рака, когда у нас есть определенные клетки раковые, у которых есть свои отличия в процессе синтеза белка. И зная эти отличия на молекулярном уровне, можно блокировать эти механизмы и таким образом разрабатывать противораковые препараты. Стоит отметить, что проведение этих значимых исследований стало возможным благодаря современным лабораториям Казанского университета. Возможно, именно в этих стенах будут сделаны открытия, которые навсегда изменят современную медицину. Диана Авакян, Ленарда Влетьяров, Универньюс.